Привет, ребята! Это Matt Core и курс ControlPaint.com. И сегодня поговорим об упрощении головы. Как вы можете помнить, ранее мы говорили о том, как можно упростить кофейную чашку. И чтобы сделать это, нужно представить, какие простые трехмерные фигуры можно использовать, чтобы создать этот объект. Этот метод отлично работает для искусственных объектов. Но вот природные объекты куда сложнее упростить. И если вы будете использовать лишь конусы, цилиндры и сферы, то только усложните себе задачу. Чтобы решить эту задачу, художники используют плоскостной анализ. Суть этого в том, что вы берете ровную плоскость, например, этот изгиб. Смотрите. И разбиваете его на последовательность нескольких граней. Посмотрим. В результате новая форма похожа на оригинал, но куда проще его. Метод плоскостного упрощения естественных форм хорош по двум причинам. Во-первых, он удобен при наблюдательном рисовании. Если вы видите какую-то форму и вам нужно упростить ее, плоскостное упрощение поможет вам в этом. Также этот метод отлично работает, если вам нужно что-то вообразить. Очень часто я начинаю рисовать при помощи плоскостного упрощения, а затем стираю острые края плоскостей, и мой рисунок обретает полноту. Поэтому, если вы хотите научиться рисовать головы, лучше начать с наблюдательного рисования. На сайте online-lifedrawing.com вы можете найти плоскостные формы человеческой головы. На сайте вы можете посмотреть на модель с любого ракурса, так как она трехмерна. Я считаю, что любое наблюдательное рисование становится куда эффективнее, если вы можете менять освещение объекта по своему желанию. Если бы вместо трехмерной модели у вас была группа фотографий, то работа была бы менее эффективным и более утомительным. Потому что вы не могли бы полностью усвоить трехмерные элементы, из которых образуется форма головы. Как вы видите, на этой модели все природные очертания лица были упрощены до комбинации плоскостей. И если вам понравилась эта модель, то вы можете приобрести вариант из пластика на сайте planetsofthehead.com. Это очень удобная модель, в основании у нее есть разъем для треножника, поэтому вы можете разместить модель под каким-нибудь нестандартным углом, или установить для нее нестандартное освещение. Если у вас есть место и желание для создания необычных композиций, такая модель может весьма пригодиться. Ну, давайте вот, например, посмотрим. Здесь художник взял за основу персонажа из фильма. Скорее всего, это был стоп-кадр из фильма на DVD. И затем провел плоскостное упрощение лица персонажа. Как вы видите, в этом случае плоскостной анализ куда детальнее, чем на пластиковой модели, так как отдельные грани куда мельче, чем на предыдущей модели. Люмис, Хогарт и Бриджман – это отличные примеры иллюстраторов, которые создали свои собственные техники, позволяющие запомнить форму головы, и позже воссоздать ее из памяти под любым углом. Если у вас есть свой метод запомнить, упростить форму головы, напишите в нем в комментариях. Это очень известные старые проблемы, и я уверен, что у нее есть множество решений. Спасибо за ваше внимание!